вот так идем дальше здравствуйте вашу получил изучает в восемь году покупала с косточки самостоятельно стрессифицировала рано просулись груши в апреле в школку высадил абрикосы и груши отец не верил что получится но сеянцы взошли до старого был жарким сеянцы росли ушли в зиму несколько дней назад пошли смотреть снег половал практически все деревца но они живые не вымерзли два самых сильных не сломала из-за нехватки времени в этом году косточек не купила может у вас есть все равно я бы купила но смотрите что такое весна сейчас объясню во первых не поздно тут нельзя пройти мимо того что снег поломал как выписали практически все деревца а что надо было делать если высокий снег одно дело саженство 35 лет и уже не сломать если только не заскалят на ветке все равно могу сломать я наблюдал снег днем подтаивает а ночью морозится и он примерзает и он зацепился за эту ветку а потом начинает далее считали вместе с веткой это и пошел вниз то есть его ломает эта ветка вот это практически никто не знает из молодежи из садовой молодежи что молодые деревья так хорошо ломаются обкапывайте а еще говорю ну не поленитесь каждое дерево один кол били мостик второй третий окрутили это сам конечно еще есть такое ниже скелетки ветки еще отрезает на кольцо чтобы дерево погибло вот но зато у них эти ветки не ломают их нету а надо чтобы ветки сохранились и не ломал значит мощная коля обвязались и при необходимости еще и снег вытоптают потерпите два-три-четыре года потом уже снег не опасен вот видите самый сильный не сломал еще бы годик бы и эти бы не ломал теперь страницированные если у меня и просто есть заканчивается сезон у меня банках появились проросшие косточки я показывал фотографии вот проросшие что из этого следует надо быстрее продавать и надо вас не подводить и допустим вы решились решились на то чтобы купить тех кто имел уже скидку 20 процентов вспоминаем пенсионеры многодетные многодетные это я сейчас придумал и наконец те кто уже и раньше заказал то есть как бы ветераны уже 20 процентов купите вы у меня уже были бы вас же будет 40 процентов а неплохо у вас уже лично а кто впервые самый первый раз 20 процентов тоже неплохо но для этого нужно чтобы вы мне делая заказ сказали я слышал этот разговор вы сказали для тех кто напомнит только напомню про этот разговор про 20 про 40 20 для новичков 40 для ветеранов для пенсионеров и так далее вот это все будет а учитывая очень высокий процент да я не выдумал все это смотрите покупала кончики отец не верил но сеансы зашли сразу целый сад вы понимаете не вот это удивляет учусь кому сад из этих самых из луссурийских груш и китайских слив это уже сад да какой сад уже можно не привать у вас будет соки компот и варенье дети будут это самый целыми днями кушать это так просто и цель за это тысяча две потерять на уже нет на это же на рынке тоже никто не дарит эти отравленные покупайте детям все равно фрукты покупать отравлены так нет убедил пойдем дальше дуле чистиковая татьяна привет верная подруга яблоки груши томаты огурцы и клубника из магазинов не вкусные потому что первое выведение селекции сортов нацелена крупных заказчиков производителей крупных торговых сетей а правила торговых сетей транспорта чем не вкуснее ты можешь сам кислоты тем дольше хранится я не говорю про искусство да эти самые вытравливание оттуда в жизни то есть урожай сам особый третий товарный вид тоже надо на остальное смотрят такие как устойчивы к болезням но они где-то в хвосте и получается что уже генетически от гибель на гибель теряется вкус ну и это не все растениям до накопления вкуса аромата нужно накопление необходимого количества классических веществ а те в свою очередь напрямую зависят от условий выращивания правильно делая подмену природной земли больше самое страшное то что мы в магазина забито природного питания на искусственные химические подмену солнца на искусственное освещение получается то что получается совершенно без вкуса яблоки груша огурцы томаты сливы абрикосы персики клубника меня часто посещают просят что много сейчас голову я не утверждаю но не исключаю к примеру гречками тоже гречки не пахнет так а почему потому что гречки все гибридные скорее всего не только гибридные но и гмо думайте сами друзья сохраняйте семенный фонд картофель лука томата огурцов мы обренились дорогие но сквозь от того что скоро кроме гмо ничего не будет уберем мы а наши дети внуки не будут даже догадываться что вкус клубники отличается от вкуса помидора нам надо сохранять свой золотой фонд деревья вообще всего света добрали любви берегите себя значит я вам скажу по моему опоздали значит не было никаких упаковочек с яркими рисунками которые завалена вся страна вот не было а бабушки продавали маленькие бумажные кулички полетен по-другому значения это было восемьдесят восемьдесят пятый год я вспомнил приходишь на рынок ну само собой собачьями все проблем не было я бы с хокером когда на рынке продавали вот такие аппорт вот эти вот 500 граммов восемьдесят восемьдесят пятый год 40 лет назад вы поверите или нет 40 лет назад а куличках были все семена какие можно представить бабушки сами собирали семена от этих самых от луксейс как он называется сивок и так далее все было свое и вырастали отборные фрукты и мне кажется что мы уже я 20 лет назад когда начал притягиваться я про это говорил ребята спасайте геноходы еще где-то у бабушек может быть глухой деревне может у староверов и еще есть это они вот эти куличка еще есть надо же как-то это уже тогда почему я простой советский все просто инженер просто металл почему я тогда понимал что мы скоро начнем убирать уже от того что едим почему я криком кричал своих статьях пусть не был интернет надо это все сберечь почему об этом не заботилась наука почему целые должны быть подразделения такие как просто только что это самое садится все сортовое народы скажем так садить продавать садить продавать естественно запретить все это импортное все что мы сейчас имеем ну могли же сберечь могли а сейчас еще прошло после этого как я 20 лет то меня услышал я металлур почему-то это понимал металлур то что сейчас в магазине уже есть нельзя ведь мы же говорим что мы же не знаем от чего помираем то ни один ребенок в школу не приходит здоровый физическая среда это рядом со мной я знаю ни одного здорового ребенка у детей сыпется зубы когда-то а почему или отрава или вообще нет денег у родителей на эти самые фрукты и овощи когда-то появилось брались ну то есть не захватывали а покорялись приедут туда здоровые мужики через коллега взяли ли без зубов или оставались в могилах сынка смерть изобильный север изобильнейший мясо море я знаю я хоть пошел застрелами когда мне переходу куда мясо столько девать-то а картошка была сухая на риске а лука мы почти не видели отходу зубы начинают сыпаться у меня еще со школы как у всех нас поставили бы задачу для этого нужно чтобы там наверху хоть один нормальный был а еще пособирать все-таки не в сети из пакетика настоящие семена а какие обильные урожаи были дурак дураком зачем мне смотреть передачи вот эти вот сельскохозяйственную тему целый канал там расскажу как надо это самое овощи собирай овощи морковку все-все тут же это и тут же вот обязательно вот эти все бесконечная реклама всего что сопутствует такой черт когда я посадил уже морковку самая маленькая была размером с бутылку а я на заводе завод пускаю первым и урожая я к нему ни разу за лето не подошел вы дергаю морковку а на всяких бутылку вот тебе бутылку на кухне эти морковку размером с бутылку первый же урожай свекла вот это сам черный свекла вот такие вот эти что не подходил даже не полет где она все наборел этим после того что я выступил ничего не смеется помню главный редактор привет вы далеко меня слышите постоянный участник моих вебинаров это же вы тогда написали это рядом с моей статьей была ваша статья главного редактора помните нет там в этот самый институт который сельхозназначает то есть который должен заниматься на вас назначили животноводы но тоже может сообразить что нужно такие семена ну кто будет этим заниматься дальше мы поговорим обязательно про конкретную тему я же вас подвожу к этому отличаю что изменится что я говорю кто вы такие с вами ну кто начинается внимание куда я вас подвел мальнодельные яблоки профессора вида и так в райском статистическом институте есть единственный в россии сад лечебных культур это из-за бикипедии его основал более полвека назад профессор кафедры ботаники динерологии института леонид водич вигару даже соорудоизвестность и игра пришел к выводу что в словах урбанизации внимание говорят пусть исходят с улицами плоды с этими особо ценными за здоровьем могут оказывать исчека благотворит благотворное влияние расширяет активный возраст организма сейчас я вам переведу на нормальный язык откуда я узнал про вигарова про это не сверновская область ничего не знал про вигарова ничего не знал но однажды в одном из журналов появилась горькая горчайшая статья царство небесное вигару сад заброшен все работы остановлены давайте теперь подумаем какие работы вы поймите ребят я уже давно научил про холмы про не мелкую посадку давайте серьезными делами говорить кому не нравится и пусть переключается там есть другие каналы вот сейчас я объясню что имелось ввиду посмотрите это как бы я расшифровываю как хочу так расшифровываю я полез в этот же интернет и набираю носит просто набираю что содержит яблоко в одном случае это белок 0,4 жир 0,4 ну знаете что такое это все самоценно углеводы вот 9 и 8 другое яблоко 0,26 0,17 углеводы 13 а тут сколько было углеводов 9 и так мы имеем что что придумал вигару я считаю что его просто не повезло что драна умер но если бы даже драна умер все равно вообще похерили бы почему яблоко яблоко розни видели это я расшифровывать то что я просто прочел статью где от сад до слез что сад погибает что все заброшено никому ничего не надо вот это браурное да вот право все на самом деле еще не надо слушайте дальше на этом история не закончилась однажды просто мне позвонили на то просто еще следующий вспомнили выгарал как звонок со мной разговаривает как со своим пусть я моложе подачистую трубки два голоса женский муской и оба такие ну как бы сказать и чувствую людям лет по 80 постарше меня вот и мы разговариваем рассказывали про старинные сорта которых я и слыхал и слыхал просто разговор ну пусть я как-то даже удобно я моложе но они ко мне как авторитету и вдруг кто-то взял и сказал а вы вигарова знали а я-то знал только статью правил по это что он умер сад погибший я взял и сказал да знал хотя бы таким путем после смерти и на том конце трубки заплакали а понимаете для них растрогало то что кажется кто-то еще вигарова помнит ну а дальше прошли еще несколько лет и наконец фотографии сада наш человек наш подчеркиваю человек то есть нашего кружка лишь я говорить не буду участвовал в как это называется мастер-класс то есть людей и в основном молодежь учили молодежь учили как обращаться с деревья ну вот это вот так учили но это ладно не свежий снимок так вот это свежий снимок я посмотрел думаю а кто стиль такой сад то вырастил уж на что у меня сад весь изувеченный искореченный ну все-таки не такой вот видите вы ближе вот еще рада страшно вот еще страшно рада да вот что оказалось сейчас мы даем до этого итак сад вигару там проводятся лекции мастер-класса то есть мастера проводят вот еще как вот это дерево и и наконец на глазах у учите учеников было вот так отпилена вот так вот размером с ладонь и не замазано и ни одна рана не было замазано вот на этом кончилась учеба что из этого могли люди понять что деревья это хоть живые хоть уже мертвые с которых стулья делают столы ножки там еще что-то делают доски делают разницы нет смотрите видите и это бы научили вы представляете это молодежь которая участвовала в этом мастер-классе один из них фотография прислал знаю меня лично вот это вот и теперь смотрите дальше ну это не мои слова это так было в этом письме я до среза не замазано а дальше я своеобразный музей технологии девятнадцатый век но до девятнадцатого века нашла с юга то время еще не мечтали с такой шердовский и дастся век какой сад а технологии принесли шердовск вот мы имеем вот это вот чуть-чуть не выматерился вот это вот а теперь самое главное и так я всегда удивлялся потому что я все знаю так есть люди селекционеры от бога есть селекция а есть технологии или там как-то физиология дерево и которые надо учитывать а есть селекция это разные вещи это два разных направлений и вот получалось селекционер добился сумасшедшего успеха но своей статье написал семечки закапать на 10 сантиметров и считайте книгу свою он этим сделал то есть все пользы что он там совет и давал одним вот этим до 10 сантиметров закопать семечком все эти в городе и такие примеры много понимаете вот и получается следующее вот сад в этом саду я не знаю для кого говорю мне бы на этом академии наук бы заседание вот это все оно должно быть как вот выбираем больной человек ему нужно больше этого углеводов меньше клетчатки больше белка меньше жиров или наоборот понимаете это выигрывая идея гениальнейшая и он над этим работал но как сделать чтобы была максимальная польза первое не калечить дерево вообще здоровое дерево здоровые плоды а если дерево больное помните дерево уже уже эти фрукты покрывается плесенью и считается что плесень это болезнь если надо бороться а здоровое яблоко никогда плесенью не покроется у меня никогда не было плесенью на яблоках вообще а ведь не опрыскивал но само направление подобрать яблоко грушу конкретно под больного чеха под усталого чеха под шахтера в конце концов у которой под землей работы вот смысл это был в игре гений но он рано умер а после него молодежь учит вот этому вот куда не делится молодежь учит вот это имея вот такой изродованное дерево 1 дети молодежь вот так это участвовала она же вот это все далеко не пойдет это больное дерево это ослабленное дерево 40 обработок ну пусть 20 как можно дерево залитая ядохимикатами вылечить человек вы можете сказать мы еще может потому что у меня нет и грамм это химикат понимаете не может вот это вот я хотел сказать а началась чего черная до игра очень толковое письмо татьяна гречесникова очень толково очень вот это все правильно написано но как с этим бороться опять вернуть все назад чтобы в садах и тут надо не только тут чуть-чуть я не могу до рассвет до этого вы понимаете что творится принимается закон сейчас он выйдет буквально надях там грибы вот здесь подосиновых обычно есть подосиновых белый если ты белый подосиновых сорвешь и тебя вместе с ним поймает а ты даже не знал что это что он красный гриб такой же подосиновый симпатичный вы знаете подосиновый чем хорош шляпка толстая вот эта весистая этот штамбик или как он не штамбик этот ножка тоже явно культурнейший гриб который не может тебя отравить 7 лет это без всяких шуток а план то выполнять надо а почему здесь когда вот за эту науку никто не накажет и кого за эту науку ведь это же геноцид понимаете геноцид самый настоящий молодежь его учат убивать деревья ну вот я и высказался как мог а только я приготовил эту самую получаю из германии висточку внимание это германия читаем дерево пригодитесь видели читаем добрый вечер это германия недалеко от франкфурта вдруг живет там 90 года сколько у 40 30 30 30 года дальше больше двадцати лет последнее фото яблони увеличьте вот вам микроклоды вот яблони 20 лет стригут круглый год внимание везде бюрократы выше четырех метров деревни должны быть контролирует штрафу и вот он сады европы подойдутся линейки вы знаете хотите чтобы сильно грустно сильно много негатива опять там это унистажает деревья на всю страну учат как унистажать опять меня пронесло вот у меня друг иван гофсец ну не вижу его уже лет 20 но когда начался массовый исход разрешили выезд вот 10 ротяна киселе немцам и вот он в германии уехал как все через год я встречаю на улице иван а мы работали вместе в айтольском иван ты чё по берегу все правильно зовут иван ты чё вернулся ты чё тут делаешь ты же в германии уехал пошла на нахер я вашей германии я пошел на рыбалку подходит три бородоворота с погодами первый поверил каждого рыбёшку написал штраф померили или нет а рыбёшки были вот такие штраф выписал а треть еще что-то сделал даже он говорит посерьезе тротуар напротив дома хочешь не мой плати это самое помоет в инспаритет и хочешь платить мало того что свою квартиру лень помыть еще надо всего лица помыть вот так вот и вот когда у нас все это а уже все он уже в душе русский да кровь немецкая душе русский я вернулся на это так же устроился электронизников и так же плохо кстати мы жили тогда жили вот ладно посмеялись вот вам сады европы контролирует штрафует ну то есть там получается ну как бы сказать на высоте может быть я пытался понять вот так теплее удалился больше я могу это полукарлик может это не карлик вот почему такой высокий вышел не знаю вот зато я вижу что резать 4 метра отрезай зачем ну то есть я логику немецких бюрократов понять так и не смог это просто почему я мы следим за всем миром показывал эти самые установки опрыскивательные жутко смотреть какие-то монстры